Приветствую вас, Аноним. Жаль, очень жаль, что вы столкнулись в такой ситуации. Федерация действительно не очень приятная, остается действительно не очень хорошая. Смотрите, есть несколько основных моментов, которые вам могли бы помочь. Первый момент касается такого мясового содержания. То есть вот то, как вы, к примеру, относитесь к тому, что у вас, как я понимаю, есть вот заболевание, ну вот это вот. Как вы к этому относитесь? Как вы это воспринимаете? Вот, воспринимаете ли вы это как какое-то наказание? Или воспринимаете это как, например, то, что случится, в принципе, может с каждым из нас? Ну, как бы, ну, не застрахован от этого вообще никто, совершенно. Вот. То есть выделяете ли вы, видите ли вы в этом какой-то вот такой серьезный для себя негатив? Второе, это проживание твоих чувств, адекватно, спокойно. Пусть это и неприятно, пусть это и не повод для радости, но тем не менее, раз это случилось, то, нужно проживать это и есть чувства, которые вы, например, испытываете, это абсолютно нормальные и естественные эмоции, абсолютно нормальные и естественные переживания, вот, которые нужно выражать. Потому что если этого не делать, если не выражать, то все это будет копиться у вас внутри и соответственно будет негатив еще больше появляться. Вот. Следующий очень важный момент, это момент наполнения, наполненности вашей жизни. То есть вот, насколько вы полный живет этой жизни, да? Насколько вам интересно, грубо говоря, делать, ну вот, то, что вы делаете. К примеру, если у вас какие-то важные цели в жизни, чем бы вы увлекались, на что бы вы обращали свое внимание, да? И на что вот никак не влияло, не влияло бы то, что вам правильно происходит. Пусть и повторюсь, это не очень хорошо. Пусть и повторюсь, это не очень хорошо. Я смотрю, что вы получили, что вы получили, чтобы вы получили, которые были нарушены, оно такое ожидание, что оно по себе. Это.. И лишняя компенсация на то, чего человек ждёт. И, соответственно, уплоткание того, что в жизни есть что-то ещё, помимо того, чего человек ждёт. Понятно, что, когда встречаются подобные вещи, когда происходит то, что вы обидываете, начинает казаться, что не ценили жизнь, начинает казаться, что жизнь, она висит на волоске и начинается какое-то вот такое чувство вины, да, что раньше, условно говоря, я свою жизнь не ценила, да, допустим. Ну, это опять же вопрос об экзистенциальном таком формате работы здесь. То есть, если у вас есть желание, да, то можно будет работать в этом направлении и вам помочь. Лучше, конечно, если вы не одна будете принимать свои числа, да, лучше, если это будет специалист, который даёт вам адекватную такую вот обратную связь. Что поможет вам это состояние всё-таки пережить, да. Вот, вот примерно таким образом я помогу вам ответить на вопрос, который вы выдаёте. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Желаю вам всего самого доброго и удачи.